Добрый вечер! В эфире новости недели на канале РКС Ньюз, в студии Акакий Задвижкин. Несомненно, главной новостью уходящей недели стала прямая линия с Владимиром Владимировичем Путиным. Нашему корреспонденту Аглаферии Тепловой удалось задать свой вопрос президенту России. Предлагаю, как и в предыдущий раз, по-моему, мы делали, приступить к вопросам, которые вас интересуют, волнуют. Пожалуйста, начнем. Владимир Владимирович, ответьте, как вы относитесь к деятельности в уходящем году, ведущей в коммунальной отрасли компании российские коммунальные системы? 93-94% заявленных целей исполнены. Это касается в том числе и уровня заработных плат. Уверен, что в 2018 году, как и планировалось, все будет доведено до логического завершения. Эти целевые показатели будут достигнуты. Неожиданное заявление на прошлой неделе сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, обращаясь в своей речи к главе Республики Карелии Артуру Пафенчукову. Напомним суть конфликта. Внедрена, наверное, самая современная киптаунская схема. Киптаунская схема. Киптаунская схема. Киптаунская система очистки сточных вод – это лучшая система в мире. Америке без нее приходится очень и очень тяжело. Мы убедительно просим главу Карелии Артура Олеговича Пафенчикова, верните нашу киптаунскую схему. Поступайте гуманно. Мы тоже хотим чистую воду. К новостям экономики. Петрозаводские коммунальные системы, реализуя программу «Эталонный водоканал», разработали совместно с Академией наук Республики Карелия метод выращивания товарной форели во вторичных отстойниках. О том, как этот метод способствует утилизации осадка, узнала наш корреспондент Серафима Кокосова. Академики провели исследование и выяснили, что лучшим продуктом питания для карельской форели являются как раз микроорганизмы осадка сточных вод. В осадке содержатся вещества, благодаря которым рыба растет в три раза быстрее по сравнению с обычными садками. Прямо здесь растет настоящая наша карельская форель. А в руках у меня еще один продукт нашего водоканала – икра этой самой форели. Вы сможете попробовать ее на новогодних столах, а я проведу эксперимент и попробую ее прямо сейчас. Ммм, как вкусно! Даша Кокосова. Ммм, как вкусно. И ее оператор. Специально для выпуска новостей РКС Ньюз. И к новостям культуры. В Большом театре готовится премьера. На этот раз это будет мюзикл «Весь этот ЖКХ». С генеральной репетицией наш корреспондент Дарья Ноткина. Главная роль в ньюзикле досталась обычному слесарю Ивану Заглушкину. С ним на протяжении шести месяцев занимались лучшие актеры страны. И оно того стоило. По сюжету Иван Заглушкин, а он же слесарь, влюбляется в главного финансового директора ПКС. Эту роль досталась солистке оперного театра, пока ее имя держится в секрете. О том, как обычный слесарь завоевывает сердце неприступной директрисы, смотрите совсем скоро в Большом. Дарья Ноткина. Специально для любимых РКС Ньюз. Еще не утихли разговоры вокруг допингового скандала, связанного со спортсменами сборной России. Международный олимпийский комитет отстранил некоторых из них от участия в Олимпиаде. Все жители России бросились на помощь спортсменам. В частности, группа компании РКС «Петрозаводск» готовит свою сборную для участия в Олимпиаде. Подробности у нашего корреспондента Галины Спортсмен. Наш лист? Мы команда детами, нас никто не победит! Сборную ПКС отбирали лучших из лучших не только по физическим, но и по морально-этическим данным. Далеко не все прошли тестирование. Команда получилась сильная, дострой – боевой. Готовимся уже целый год. В прошлом году у нас не так удачно получилось, хотим отыграться, поэтому целый год подготовки был. Я всю жизнь шел к этому событию и наконец-то оно свершилось. Где-то за две недели я узнал, что будут проводиться вот эти соревнования. И по этому поводу купил вот эту футболку, одел, и теперь я тоже занимаюсь вот со всеми ребятами. РКС Петрозаводск всегда славились своими спортсменами. И вот пришло их время постоять за нашу страну. Мы поговорили с будущими чемпионами и их тренером. Мы узнали, как спортсмены готовятся к Олимпиаде. Как вы думаете, вы достойно представите страну на предстоящей Олимпиаде? Конечно. Будем стараться. Я думаю, что команда снабженцы победит. И мы молодцы. Спортсменов у нас много. И не только спортсменов. Подтвердила ДОКа, по крайней мере, что у нас есть специалисты. Но я думаю, в спортивном мире у нас тоже найдутся люди, кто сможет завоевать первые места. То, что у нас показал как раз, когда у нас спортсменов тамбов ездили. Мы были там не последние. Почему к Олимпиаде по зимним видам спорта вы готовитесь так, словно едете на летнюю? Сложно сказать. Может быть, потому что подтаял немножко снежок. А может, в программе нету, не знаю. Надо устроителей спросить. Зима в Карелии, вы видите, да? Сейчас ее как таковой нет. Будем надеяться, что февраль все-таки будет зимний. И скорее всего, что будет рыбалка и лыжок. Мы зимою занимаемся летними, а летом зимними. Мы просто не понимаем, как совпасть. Наши выдающиеся спортсмены, помимо Олимпиады в Чончхане, готовы заменить сборную России в предстоящем чемпионате мира по футболу. Екатерина Чижова из Центра подготовки Олимпийской сборной РКС специально для выпуска новостей. Только что пришло свежее сообщение. В связи с тем, что нашим спортсменам запретили выступать под флагом Российской Федерации, Олимпийская сборная будет соревноваться под флагом РКС, который как раз и закончит свое путешествие по миру в южнокорейском городе Пхенчхане. На этом наш выпуск завершен. Впереди вас ждет еще прогноз погоды со Снежанной Морозовой. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Погода в следующем году ожидается самая благоприятная для полезного отпуска. Летом засуха, зимой лютый мороз. В Перми, Самаре и Кирове инвестиционные дожди. В Благовеченске ожидается платежный павдок. В Тольятти, Дмитроград и Тамбов ожидают незначительное повышение тарифов. Местами с порывами до 10%. В Петрозаводске пасмурно. По всей Карелии ожидаются осадки, пятигрантов и субвенций. В Москве ясно. Всем все будет ясно. Спонсор прогноза погоды – газовая котельная на Щербакова. Газовая котельная на Щербакова. Мы топим даже в плюс 25. Уважаемые коллеги! С наступающим Новым Годом! Желаю вам в предстоящем году новых побед, хорошей погоды и побольше бережливых людей. С Новым Годом! Ура! С Новым Годом! Продолжение следует...